Магнитогорск Знаете ли вы, как выглядела первая пуговица? А где обитали племена воинствующих прекрасных амазонок? А какие украшения носили женщины бронзового века? На все эти вопросы археологи находят ответы в окрестностях современного Магнитогорска. Мы привыкли говорить о Магнитогорске в контексте социалистических строек Советской России. Но для археологов окрестности нашего города уникальное поле деятельности. История Южного Урала имеет тысячелетние корни. По утверждениям ученых, первые люди пришли в наш край где-то 200 тысяч лет назад. Конечно, памятников этого времени сохранилось мало, а знаем мы о жизни наших далеких предков и того меньше. Но все же, благодаря раскопкам археологов, многие страницы древней истории стали более понятны и близки нам. Настоящие археологические разведки и экспедиции появились в районе нашего города еще перед войной. В 1929 году начинается строительство металлургического комбината и города. Казалось бы, в это суровое время до археологии никому дела нет. Но удивительным образом, уже в 1933 году на магнитострое целый отряд историков из столицы проводят археологическую разведку. Экспедиция обнаружила несколько курганов. Параллельно приземленных работах строители находят предметы старины, древние могилы, кости животных. В 1936 году директор комбината Авраами Завинягин издает приказ. Основной пункт такой. Всем начальникам участков и прорабам при нахождении каких-либо ископаемых животных и археологических останков немедленно сообщать о таковом директору музея комбината товарищу Петражицкому и в геологический отдел комбината. В Магнидогорском историко-криеведческом музее хранится уникальная кольчуга древнего кочевника, которая была найдена при строительстве доминого цеха. С ней тоже много связанных интересных фактов, тайн, загадок. О ней поговорим мы позже. Важен сам факт. Приказ Завинягина исполнялся. И все же при строительстве погибло очень много памятников. После уже Великой Отечественной войны начинаются достаточно планомерные раскопки на нашей территории. Особенно нужно отметить такого археолога, как Константин Владимирович Сальников, известный советский археолог, который очень много раскопал археологических памятников на нашей территории и фактически составил для нас историю, начиная с Каменного века до раннего Железного века нашей древней истории. И вот один из таких памятников как раз Агаповка-2. Хотя сам лично Константин Владимирович не раскапывал то захоронение, о котором мы сегодня будем говорить, но он был руководителем экспедиции, и он начал раскопки этого могильника еще в 1948 году. Константин Сальников – историк, архевист, археолог. Он начал осваивать окрестности Магнитогорска, Агаповку, Кизильское, Первомайске. В начале 50-х археолог Сальников в районе Сухой речки обнаружил могильник, состоящий из семи курганов. Тогда, конечно, здесь все представляло совершенно другую картину. Вместо вот этой застройки был огромный пустырь, на котором красовались семь холмиков. Именно в одном из них и нашли то самое парное захоронение. Парное захоронение мужчины и женщины. Сохранился вот такой чертеж. Этот чертеж сделан именно тогда, когда проводились раскопки. Мы видим два костяка, вот слева и справа. И если вот этот первый костяк, он прекрасно сохранился, то есть, я думаю, что вы можете увидеть, где здесь череп находится, да, где кости рук, где кости ног, то второй костяк, скелет, он сохранился плохо. По чертежу видно, что костяк женщины сохранился хорошо, а мужской почти рассыпался. Галина Старикова в шутку объясняет этот факт исторической справедливостью. Ведь этот мужчина умер от болезни или погиб в бою, а женщину убили для сопровождения мужа на тот свет. В древности достаточно часто, когда умирал знатный мужчина, то на тот свет в другой мир его должна была сопровождать женщина, жена или наложница. Вот наш случай относится как раз к таким. То есть, мужчина может быть вождь племени, может быть, он умер от болезни, может быть, он умер в сражении, сейчас трудно это определить, а молодую женщину, даже по нашим меркам девочку, убили для того, чтобы она могла сопровождать его на тот свет, чтобы там у него было знакомое лицо, и чтобы было, видимо, кому услужить ему. Речь, видимо, идет о брачных контактах, которые скрепляли две разные культуры бронзового века – лакульскую и срубную. Также исследователи захоронения смогли восстановить картину, как выглядела одежда бронзового века. Для рядового посетителя эти предметы ни о чем не расскажут, поэтому была создана вот такая имитация, фантазия на тему, как выглядела женщина бронзового века, как выглядела ее одежда, как располагались украшения, и была создана для этой выставки. То есть здесь в натуральную величину у нас расположены на шапочке вязаной бляхи вот такие ромбические со всеми узорами внутренними, меандровыми, множество различных украшений. И, конечно же, сам цвет, вот шапочки, цвет платья не случайен, потому что удалось даже зафиксировать кусочки ткани и определить, что они были красного цвета. Такой была мода в далеком бронзовом веке. Одежда богато украшена. На шее ожерелье из глиняных и бронзовых бус и крестовидной бляхи. На руках и ногах множество браслетов. Украшения несли магическую функцию, были амулетами и оберегами. Для особенной достоверности к выставке научные сотрудники музея на манекен даже нанесли татуировку, которая была характерна для славян-солнцепоклонников. Татуировка известна с глубокой древности, фактически еще с каменного века. То есть иногда редко, но бывают такие находки человеческих тел, которые доносят до нас в хорошей сохранности, в торфяннике, например, что там можно даже увидеть татуировки на коже. Мы знаем, что они были. Что они означали тогда, сказать, значительно сложнее. Но опираясь на различные этнографические данные, ученые предполагают, что, во-первых, несомненно, узоры татуировки – это определенный оберег. И, кроме того, очень часто это как бы паспорт. То есть это рассказ о человеке. И женщина выходит замуж, дорисовывает какой-то узор. Теперь любой встретившийся ей человек знает, она замужем. Также в Краеведческом музее хранятся некоторые фрагменты уникального захоронения. Именно кости помогли антропологам определить возраст, как оказалось, совсем юной девушке. На некоторых костях, посмотрите, есть зелень. Вот эта зелень, она от бронзовых украшений. То есть на ней и так было много бронзовых украшений, не только те, что вы сейчас видите, но еще и различные бусины бронзовые. Различные браслеты. То есть они окислялись до такой степени, что даже окрасили кости. К украшениям женщины особое внимание. Пришивались эти бляхи к шапочке. И на некоторых бляхах даже сохранились нитки того времени. То есть прошло 3,5 тысячи лет примерно. И тем не менее мы видим те самые нити, которыми когда-то были пришиты эти бляхи к шапочке. А еще посмотрите, в центре здесь находится крестик. Крестик, который, в общем-то, мало отличается от наших нынешних православных крестов. Тем не менее этот крестик был на груди этой женщины более чем за полутора тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Это бронзовые бляхи. И когда-то они блестели на солнце, то есть они были ярко-желтыми. Их 7. 7 – это всегда магическая цифра. И до сегодняшнего дня это сохранилось. Но обратите внимание еще, что эти бляхи, они не просто это ромб, а внутри ромба тоже есть вот такой узор, орнамент. И все эти орнаменты – это или крест простой, вот видите, крест, или это меандр, или это может быть свастика. Это все так называемые солярные знаки. То есть все это говорит о поклонении именно солнцу. Солярный символ – это знак, обозначающий солнце, олицетворяющий свет, тепло. Не случайно славяне солярные знаки использовали как оберег. Кстати, Агаповку очень часто называют солнечным краем. Солнечных дней здесь даже больше, например, чем в соседнем Магнитогорске. Самой богатой территорией по использованию знаков в виде свастики является Россия. Такая символика покрывала древнее русское оружие, стяги, одежды, дома и храмы. Глядя на современные постройки села Агаповка, очень сложно представить, остается лишь только фантазировать, как выглядели эти же поселения в бронзовом веке. Известно только то, что жилища в основном были прямоугольными, крыши двухскатными. Очаги находились и внутри жилья, и снаружи. И очень много было металлических предметов. Рыболовные крючки, топоры, украшения. Археологические изыскания, участие в экспедициях вдохновили первого директора краеведческого музея Дмитрия Питкова на некую художественную реконструкцию событий. На картине магнитогорский историк попытался представить, как выглядело поселение наших предков в бронзовом веке. Для наглядности этот холст используют в экспозиции. Сегодня уже ценность представляют не только уникальные находки археологов далеких 50-х. По сути, все документы, сопровождающие раскопки, теперь музейные экспонаты. Это отчет как раз той археологической экспедиции, в результате которой были найдены вот эти вот наши экспонаты. Это отчет, который был написан буквально через несколько месяцев после проведения раскопок на основании дневников. Когда раскопки проводились, то археологи ввели дневники, делали чертежи, фотографии. В окрестностях города Металургов, особенно в его южной части города, еще очень много непотревоженных памятников. Но показать их, а тем более рассказывать о них, категорически нельзя. Указать значит подвергнуть их разграблению. До сих пор в Магнитогорский краеведческий музей обращаются так называемые черные археологи. Но, увы, тщетно. Если бы мы с вами сейчас попытались совершить экскурсию по этим памятникам, то обнаружили бы семь памятников, которые остались, которые не раскопаны, которые не ушли под отстойники, которые действительно реально сохранились. А раскопано из них было всего несколько памятников. Казалось бы, все ясно и понятно. И про юную агаповскую деву, и про парное захоронение. Но дело в том, что про археологические находки никогда нельзя сказать, что их история подошла к финалу. Так как время порой напоминает того самого фокусника, который достает неопровержимые факты, новые истории, как кролика из цилиндра. И тогда история археологической находки приобретает новые и новые огранки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова